Субтитры сделал DimaTorzok Далее опихаем каждому в руку лазерную указку. Обычную красную в 5 милливатт. Ждем полуночи. Дождались! Все разом ткнули свои лазерные лучи в Луну. И... Ничего не произошло. Но почему, спросите вы? Ведь лазерный свет практически не рассеивается и доходит до Луны. Давайте сравним наш 5 милливаттный лазер и Солнце. Солнечный свет сообщает Луне около киловатта энергии на квадратный метр. Общая площадь Луны 10 в 13 квадратных метров. И она купается в 10 в 16 ватт солнечной энергии. А это 2 мегаватта на человека! Что тут сравнивать с 5 милливаттным лазером? Но мы останавливаться не будем и возьмем лазеры помощнее. Итак, лазер мощностью 1 ватт. Его лучом можно обжечь кожу или поджечь что-то. Стоит такая прелесть долларов 100. Так что мы потратим 700 миллиардов долларов, чтобы купить каждому по 1 ваттному зеленому лазеру. Купили? А теперь хреначим в Луну! Иииииии... Опять ничего? Но какого хрена? Ладно. Снова сравним наши лазеры и Солнце. Но теперь не в мощности, а в световом потоке. Наши лазеры выдают около 150 люмен света, освещая Луну на пол люкса. В то время как Солнце на 130 тысяч массиво люкс! Ладно. Добавим еще больше мощности. Возьмем прожекторы, что висят на полицейских вертолетах или катерах. И каждый из которых светит в 50 тысяч люмен. Нафигачим на них линзы, чтобы сфокусировать луч. И опять посветим на Луну! Иииии... О! Кажется, Луна немного посветлела. Или нам это только кажется. Ох! И еще больше мощности! Иииии... Возьмем массив из пары 30-киловаттных охлаждаемых водой лам с суммарным выходом более миллиона люменов. Иииии... Ух ты! Темная сторона Луны стала реально светлее. Но мы хотели изменить ее цвет. Так что... Иииии... Еще больше мощности! На верхушке отеля Люксор в Лас-Вегасе расположен самый мощный источник освещения на Земле. Давайте применим и к нему фокусировочную линзу. И дадим такой же всем. Вперед! Воу-воу-воу! Мы уже спокойно видим вторую темную половину Луны. Но мы на этом не остановимся. Даем всем в мире военный химический кислородно-ионный лазер мощностью в мегаватт. Правда, он светит в инфракрасном диапазоне. Но представим эквивалентный ему лазер с видимым лучом. Иииии... Смотрим! Ну, наконец-то! Мы добились почти солнечного света на темной стороне Луны. И не важно, что мы потребляем 5 на 10 в 15-й ватт энергии, что вдвое больше среднего мирового потребления электроэнергии. Мы добьемся своего. Так что иииии... Еще больше мощности! Поставим мегаваттный лазер на каждом квадратном метре поверхности Азии. Включение 50 триллионов лазеров израсходует все резервы нефти примерно за 2 минуты. Но в течение этих двух минут Луна будет выглядеть именно так, как мы хотели. Ура! Но и это не все. За 2 минуты лунный грунт так нагреется, что Луна начнет светиться сама. Так как мы зашли уже слишком далеко, сожжем все мосты правдоподобности. И добавим еще мощности! Берем самый мощный лазер на Земле. А именно, лазер в национальном комплексе лазерных термоядерных реакций. Это ультрафиолетовый лазер мощностью 500 тераватт. Однако, он испускает единичные импульсы, длящиеся несколько наносекунд. Но мы представим, что мы нашли чем его питать, и он будет светиться постоянно. Раздадим каждому по такому лазеру. Направим на Луну и запустим. Дальше будет печаль-беда. Ведь только от потока энергии лазера испарится вся наша атмосфера. И все на Земле сгорит. А океаны, как и наша атмосфера, испарятся. Луна же от давления лазерного луча слетит с земной орбиты. А после упадет на Солнце или врежется в другую планету. На этой радужной ноте мы прекращаем вещание. Молдавский привет вам! Молдавский привет! Субтитры создавал DimaTorzok